Изначально, прежде всего, вы должны знать, что можно работать тремя видами презентаций. Первая презентация, которую вы проводите, это как проводил спонсор, наставник. Не все наставники бывают спонсорами, и не все спонсоры бывают наставниками. Самый лучший вариант, когда вы являетесь для своей организации спонсором-наставником. Это самое главное. Ваша задача не менять кого-либо сверху, поменять невозможно. Но вы можете влиять на себя, прежде всего. И поэтому развивайте себе это качество спонсор-наставник. Но чтобы построить успех, нужно сначала результат копировать. Дети нас копируют, согласны? Хотим мы не хотим, хорошее слово мы сказали или плохое, ребенок нас будет копировать еще несколько раз больше. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что копия начинается именно с нас, прежде всего. А мы кого-то когда-то копировали. И я когда делал первые шаги, я полностью копировал речь генерального директора. Становился так. Очень добрый день. Все сразу вспоминают Диму и Молит. Потому что мне хотелось быть таким успешным, как он. И я старался делать то, что делает он. Как он разговаривает. Я брал пример, что он, когда вел переговоры со шведами, а его переговоры всегда были удачными и успешными, он вел переговоры по телефону только стоя. Ну то есть есть очень много моментов, когда есть некоторые фишки ораторские, которые нужно наблюдать. Их об этом даже в книжках не пишут. Но по факту стоя ты передаешь больше энергетикой, чем ты передаешь. Можно слушать лежа. Но говорить лежа очень тяжело, потому что вы закрываете дыхательные путя, у вас не придется солнечная энергетика от вашего сердца и так далее. Она остается внутри у вас. Поэтому, чтобы проводить презентацию, вы должны посмотреть, какие презентации действуют. Есть три вида презентации. Второй вид презентации – это презентация компании. И три вида презентации – своя презентация. Какие варианты презентации, к примеру, возможности Арифлэй лучше рассмотреть? Ответ будет очень простой. Нужно рассказывать такую презентацию, которая дает результат. Если благодаря вашей презентации вы можете больше нарекрутировать людей, эти люди будут работать в системе, то тогда эта презентация будет лучшая. Если вы работаете по… Многие что делают, новички приходят? Они работают на уровне презентации, допустим, как компания рассказывает. По папке и все остальное. Но они не работают. У тебя есть право выбора. Поэтому выбери три варианта. Расскажи так, так и так разным группам людей. И посмотри, какой будет результат. Если ты видишь, что здесь больше отдачи, то будет лучше. К примеру, я, допустим, рекомендую, чтобы вы обязательно просмотрели презентации мою, Канашина, Колтуна Алексея, потом Эдуарда Васильева презентацию, Ирины Волковой презентации и Владимира Полежева. Ваша презентация должна быть такая, чтобы у человека не возникало сомнения. Чтобы у него возникали вопросы, но не возникали сомнения. Понимаете, о чем я говорю? То есть, ваша презентация должна излучать уверенность, энергетику. Я уверенно говорю? Как вы думаете? Уверенно. Почему я уверенно говорю? Первое. Потому что я знаю, что этот результат сделали другие. Почему я уверен, что я стану президентом в Аль-Рифе? Почему? Потому что я знаю, что есть люди, которые, уже почти 10 человек, которые этого звания достигли. Я лично этих людей знаю. Я сначала с ними фотографировался. Потом я с ними общался. Потом я с ними подружился. Потом я с ним плов ел, рис, водку пил. И я знаю, что такие же самые люди, как я. Кто со мной общался, кто со мной подружился, ел плов и водку пил. Кто знает, что вы такие же, как я. Правильно? Ну, разница наша состоит в том, что в количестве людей, которые вы набрали. Потому что вы столько еще не набирали людей, сколько я набирал. Первое. И второе. Вы еще не совершили столько ошибок, сколько я совершил. И вы еще не получили такой грех с отказом, который я. И у вас не было той ложки дегтя, которую я съел. Понимаете? Потому что если в жизни у тебя было очень много сложностей, да? Я, слава богу, как бы понимаю, что это уже все позади. Теперь я пожинаю плоды того, что я все-таки выдержал этот удар. И успешный человек, это тот, который успешный. Я хотел бы... Дима, подойди, пожалуйста. Успешный человек, это тот человек, который действительно строит бизнес и просветает. Я хотел бы воспользоваться в случае и поздравить нашего нового испеченного директора Ефрема Волейсю. С достижением звания директора давайте поаплодируем. Спасибо. Мы тебя любим. Мы тебя обожаем. Косатка. Как станешь ты золотым гейтером, у тебя уже будет косатка. А пока ты еще добрый дельфин. Хорошо? Ну, растет. Растет косатку. Здорово. И, конечно же, это однозначно поздравление всей команде Лейси за ее внимание. И за поддержку команды, которая поддержала Лейси в это трудное время, 2011 год, когда действительно такой был испытательный срок для любого лидера. И команда удар выдержала. И благодаря усилиям команды Лейси, организовав правильную систему, позволила ей выйти на новый уровень. Я хочу сказать, что принцип, который мы хотим построить и посмотреть, по какой методике работать. То однозначно, наверное, я бы сказал, что не нужно очень долго работать по одной методике, которая не приносит результата. Вот здесь очень важно понимать, что надо менять тактику и стратегию. Что изначально вы бы себе поставили какую-то определенную цель. Если вы движетесь, движетесь, и эта стратегия не позволяет, значит надо посмотреть по другим углам. Это то же самое, что легкий пример. В жизни у вас бы есть трудности. Подбор разных вариантов помогал бы решить проблему? Почему бы нам не подбирать эти варианты? Вариантов, слава богу, много. Но в чем проблема успеха? Я читал книжку одного известного человека, который аргументировал все наперекор другим. Он говорил, что успех это когда нет выбора. Фраза такая была. Я думаю, когда есть выбор, тогда хочется как-то выбирать. Но когда нет выбора, то есть если у тебя нет выбора остаться живым, либо идти на пролом. Что делает дикое животное, когда нет выхода? Рвется на пролом. Понимаете? То есть оно понимает, что тебе нечего. А наши люди понимают, что тебе нечего и складывают лапки. Инстинкт должен быть всегда. И этот инстинкт проявляется у лидера на разном этапе. У кого-то проявляется, когда человек на трех процентах, у него этот инстинкт уже пробуждается. А кому-то надо выйти сначала название бриллиантов отдельно. То есть у нас есть люди, допустим, такого высокого звена. Любые могут достигать успеха. Особенно люди, которые имеют даже и высшее образование. Тоже большой плюс. Когда Аня Акумян, являясь врачом, работая в клинике, где принимают роды, где семейное здоровье оговаривается. То есть очень ровно такая персональная клиника была и так далее. Только название бриллианта она решилась уйти с основной работы. Понимаете? И достигла звания президента. Понимаете, здесь не имеет значения, многие спрашивают, когда увольняться, когда не увольняться. Не важно. Если твоя работа помогает тебе строить бизнес, и ты получаешь результат, оставайся на своей работе, если ты растешь. Но если ты не растешь, значит, надо что-то менять. И поэтому возможности рефлейма заключаются в том, чтобы представлять ясную картину, видение того, что с вами будет через 5-10 лет. Возможности не фокусировать внимание на том, когда вы приглашаете, говорите, покупать для себя. Это неправильно. Но если ты уже говоришь, покупать для себя, твоя презентация покупать для себя должна быть... должна быть сделана таким образом, чтобы эта презентация была сильнее, чем другие. К примеру. Как бы я рассказал первый блок возможности рефлейма? Я бы сказал таким вот образом. Компания рефлейм позволяет тебе зарабатывать деньги на продажах или покупать продукт. Знаете об этом, да? Вы знаете, что купив продукцию с разницей 23%, ты обладаешь прибылью 30% прибыли. То есть, как ты можешь увеличить свой домашний капитал? Если у тебя дома лежит 1000 гривен денег, ты можешь буквально за 2-3 дня увеличить свою капитализацию, свои денег на 30%. Каким вот образом? Не ждать, когда тебе банк это сделает. Ты можешь прямо сегодня собрать заказ на 1000 гривен по дистрибьюторской цене и продать за 1300. То есть, ты свои деньги можешь умножать быстрее, чем банки, если бы положил на какой-то депозитный счет. Согласны? Вполне нормально, да? То есть, мы всегда же больше заинтересованы, повлиять на свои деньги, на рост своих доходов, чем банк. Правильно? У банка есть фиксированная ставка. Вы можете от банка получить максимум на сегодня 1-1,5% в месяц. А вы можете увеличить свой капитал, свои денежные средства на 30% буквально за 3 дня. Я бы не сказал, что за день. Хотя можно за день, но это надо постараться поработать, если вы должны быть на работу и так далее. Но за 3 дня увеличить капитал 30%, более того, могу сказать, вы можете потом пересчитывать, что если вы у компании Reflame находитесь в профи-клуб, то тогда вы покупаете продукцию уже с 33% скидкой. И тогда здесь капитализация будет больше, чем 50% прибыли. Понимаете? Почему выгодно заниматься в Reflame даже продажами? Как мои одесситы рассказывают в презентацию, они приглашают клиентов и говорят, хочешь в компании Reflame получать скидку на Reflame в 73%? Ну, по городу, знаете, ходят визиточки такие, 20% дисконт, позвони по телефону, активируй свой номер в компании Reflame, чтобы твоя скидка начала работать. Да? Есть такие визиточки. Они в 73% думают, ну, что за этими словами стоит? Ну, надо что-то людям уйти в правду. Говорят, я не обманываю. Я ему говорю, что если ты подписываешься в компании Reflame и активно действуешь в компании Reflame, принимаешь активное участие, да? То есть тоже слова должны быть простые. Принимаешь активное участие. Тогда ты, создавая там какую-то группу и делая оборот, и личный оборот какой-то определенный, не говорите какие-то суммы, просто делаешь оборот, потому что суммы, они пугают. Тогда ты получаешь от Reflame 23% скидки на товар, плюс 50% ты получаешь от объемной скидки, когда ты ее обналичиваешь. Допустим, ты вышел на 6%. У тебя скидка 100 гривен. Да? Если у тебя скидка 100 гривен, ты берешь товар по дистанционной скидке 23%, то есть у тебя уже там 23%, и ты, если делаешь заказ на 200 гривен, то 100 гривен у тебя уже высчитается с объемной скидки. Откуда деньги взялись? Это 50% объемной скидки, которую ты обналичиваешь. Правильно? 73% Никакого обмана нету. То есть я когда послушал другие презентации других компаний, они выстраивают трудное время, когда произошел кризис и когда нужно было людей чем-то мотивировать, они пообщались с хорошими бухгалтерами, которые им рассказали, как правильно нужно преподносить бизнес. Сегодня бизнес конкурентоспособный только тогда, когда вы понимаете, что Арифлейм это бизнес не слов, а бизнес цифр. Арифлейм это бизнес не только слов, ну то есть слова должны быть, да, а бизнес цифр. И когда вы будете оперировать на основании фактов, какие доходы человек получает, тогда будет большой плюс. Второй момент, что делает компания Арифлейм. Это возможность, вторая часть возможности Арифлейм, это рассказать о том, как чек может построить структуру. Я изначально говорю, что твой успех, это когда ты в ближайшее время выходишь на 20%. Планка должна быть высокая. Тогда если вы ставите в шлоте ожидания, человек старается их оправдывать. Человек не знает, какая нагрузка. Я сейчас сразу говорю, что чтобы выйти на 20%, в компании Avon надо продать на 108 тысяч гривен. В компании, к примеру, как Mary Kay, надо продать на 80 тысяч гривен. В компании, Amway, надо продать на оборот 136 тысяч гривен, чтобы выйти на доход в 5 тысяч гривен, как в Арифлейме 20%. Чтобы заработать 5 тысяч гривен, нужно в компании Арифлейм продать на 32 тысячи 500. Я таким образом сразу отсекаю вариант, что человек захочет попробовать свои силы еще параллельно еще другой компании. Потому что я говорю сразу на языке цифр, что за одну и ту же работу, но моряки, ты не сможешь сделать так, чтобы у тебя твои клиенты, если ты один раз их нашел, регулярно тебя покупали. Потому что многие женщины сегодня мечтают купить помаду моряки, они собирают зарплату, где-то откладывают деньги, не могут купить ее раз, может быть, полгода, может быть, в год. Позволить себе, потому что там другие есть покупки, правильно? Эбвей, там вообще отдельная история, зубная паста, может быть, полгода, влог, и все остальное. Превосходные продукты для дома, возможно, но вопрос, что нету вот этого, как у нас в Арифтаме, спассивный заработок от клиентов. Один раз нашел, только созваниваюсь, успеваю передавать каталоги и собирать заказы. Здесь им надо искать снова новых, новых людей. Это беготня, постоянно беготня, это не то, чему мы стремимся в 21 веке, правильно? Вот. И Эйвон 108, да, хорошо продается товар, так же самое, тормонот имеется, как и в Арифтаме, но продать на 108 или на 32 в Арифтаме три раза проще, правильно? Вот. Тем более, уровень общения в Арифтаме клиентов интереснее, что Эйвоне интересно быстро продать и убежать, потому что, возможно, те люди, которые покупают, у них не всегда есть такие средства. В Арифтаме ты здесь еще можешь съесть, попить кофе, чай, тортик, перед тобой солидный клиент, который покупает солидные крема, которые, чему-то тебя может научить, да, интересного, то есть, ты можешь обмениваться энергетикой. То есть, здесь, если ты продаешь Эйвон, ты отдаешь энергетику, то здесь у тебя есть циркуляция энергетики со своим клиентом. Это огромнейший плюс, многие этого не понимают, это я объясняю, и многие, почему, перефокусируются даже из продавцов больше на Арифлейм, да, здоровье больше появляется. Вот. И если посмотреть на эту технологию, то я более детально на возможности Арифлейм рассказываю, какую прибыль вы получаете от каждого человека. Если у вас появился человек, который в Арифлейме купил косметики на 300 гривен, ну, допустим, подписался на Роллос, да, ну, не трехпроцентник, то есть, у него 0%, он обычный консультант, вы как 20% ваш заработок какой, составляет 21% от его 300 гривен. Это будет, ориентировочно, будет составлять 63 гривны вы получаете от одного человека. А если у вас таких будет 10 человек, это будет 630 гривен. А если это еще умножено на 17 каталогов, сколько это будет? Это будет составлять больше, чем 10 тысяч гривен вы будете получать за 10 консультантов, которые подписаны просто на Веланс. 10 тысяч гривен вы получаете только за 10 консультантов, которые покупают только Веланс. Нужно смотреть, почему американцы достигли много успеха? Они всегда измеряют доходы в годовом исчислении. Смотрите, я вам открою в глаза как можно быстро стать миллионером. Хотите? Вы будете легче воспринимать. Для вас разница между сегодняшним вы и миллионером сотрется. Кто такой миллионер в Америке? Это тот человек, который зарабатывает 15 тысяч долларов в США. если взять 15 тысяч долларов в США умножить на 12 месяцев, сколько это будет? 180 тысяч долларов в год. Правильно? если умножить на 6 лет, если умножить на 6 лет, то это будет больше, чем 1 миллион долларов. Миллионер? Вы можете стать миллионером в Арифлейме, если вы начнете зарабатывать 15 тысяч долларов в США. Это звание исполнительного директора. Что такое исполнительный человек? Исполнительный директор. Это всего лишь 12 человек, которые зарабатывают 3000 гривен за каталог. 12 человек. Проще смотреть надо. То есть внутренний барьер, который люди выстраивают, если люди, надо быть, когда я рассказываю, слегка наивным. Знаете почему? Потому что если вы мне поверите, вы заработаете. А если вы будете сейчас сомневаться, конечно, вы не заработаете. Я самый наивный человек в Арифлейме. Самый наивный. Почему? Потому что спонсор, когда подошел ко мне, как молодой человек зовут? Миша. И вот подошел так, а спонсор у Татьяны была, пошла и говорит, ты самый классный, у тебя все получится. Но она сказала так, что никто не слышал. Я думал, только я это услышал, я крутой, все. Я ухожу так, такое думает, все остальные классные, но я еще лучше. Но потом я только через 3 года от своих параллельных структур, которые были подписаны у моего спонсора, узнал, что она это говорила каждому. Только кто-то засмеялся, кто-то начал анализировать, долго думать, логика, как это может быть, просчитывать и так далее. А я взял, поверил, пошел и сделал. Понимаете? Поэтому я хотел бы, чтобы вы поверили мне, потому что я вам говорю. Хорошо? Смотрите, простая формула, да? Ну просто все исчисляется. Когда ты говоришь на языке цифр, тогда у тебя отступают эмоции. У тебя включается понимание всего, да? Потому что когда ты рассказываешь, ты можешь послушать, каким голосом он сказал, там, вот ушеление, где-то мы человеком промотивировали, наоборот, если ему тихо сказали, ну, человеку не доступила энергетика. А цифры, они в голове. Ты сам их сидишь и считаешь. Это как то же самое, что ребенку дай конструктор. Он конструктор, слушай как надо. Если дать ему там компьютер, он сразу быстренько все сделает. Но если ты ему будешь долго что-то объяснять, рассказывать, что надо кушать, надо себя хорошо вести, все остальное, он не поймет. дать ему конструктору и он все это сделает. что я хотел сказать здесь, что если мы проанализируем, быстренько прочитаем, стоим процентник с какой-то вороборот делает? 1502. Умножить на 5, 150 тысяч гривен, грубо говоря, там и запасом будем считать. 1000 гривен. Какой доход получаете? 18 процентов. Да? 18 процентов от трехпроцентника. Это 180 гривен получаете от человека. 180 таким будет 10 человек. Это будет 1800 гривен. А если 1800 гривен умножить на 17 каталогов, сколько это будет? Ориентируйся, в голове. То есть, если на 15 до 240, 2500, да? 25 тысяч гривен вы получаете за 10 трехпроцентников. За 10 трехпроцентников вы получаете. Вы хотите быть спонсором на 6 процентах, на тремя процентниками? Или вам надо быстренько, срочно выйти на 20 процент? 20 процентов дает вам все. У вас появляются все права. Все права, ну, не совсем всех бонусов, но максимального количества дохода, которые вы можете получать от своей организации. Это первая ступенька в бизнесе компании сейчас очень много есть компаний, чтобы стать, допустим, директором, надо продать на 100 тысяч, на 200 тысяч и так далее. Я изучаю бизнес-планы, я встречаюсь с ними и так далее. Я когда смотрю на него, и что, ты удержался после того, как тебе нужно было выйти на 100 тысяч? Нет, не удержался. Один раз засветился, почему многие люди ищут компании по накопительной системе и так далее. Это самообман. Ну, есть компания Агрита, где ты директор, но твой доход в ступенье. Я говорю, ну, какой из тебя директор? В Москве дворники получают по 5-10 тысяч рейн. Какое ты можешь быть директор, если ты 100 рейн получаешь? Ну, типа, по одному и все остальное. Лидер в сетевом бизнесе должен быть неформальным. Правильно? То есть, ты должен быть в спортивном костюме, в плавках, в куртке, в шубе, неважно, в фу-файке, но ты можешь, если поговоришь с человеком, тебя почувствуют, что ты грамотный человек. Правильно? Поэтому ваша задача развивать неформальное лидерство. Неформальное лидерство это заговорить, неважно с каким статусом, выше себя, ниже себя, чтобы вы разговаривали на равных. Вот в чем принцип. Почему журналисты самые ловкие и так далее. Они умеют доносить информацию для всех сфер населения. Он может с политиком поговорить. Я вчера разговаривал с одним из тем, кто три раза брал интервью не позавчера, брал интервью у нашего президента нынешнего. Обычный человек. Это как бы рассадиваете то, что он бегал по пенькам. Я бы на нем вместе не пел. Я ему это сказал об этом. То есть можно было по-другому показать себя в какой-то форме. И так далее. То есть это однозначно. И так же самое ваша задача это помнить о том, что все люди имеют группу крови первую, вторую, третью или в крайнем случае четвертую. И все люди обучались в таких же самых школах, как и вы. Правильно? То есть все ходят в обычные магазины и все дышат одинаковым воздухом. И никто ничего в этой жизни и те же самые телевизоры смотрит. И те же самые книжки могут покупать и читать. Правильно? Поэтому у всех одинаковые шансы есть. Но поднять себя для того, чтобы больше получать прибыли и помогать этим людям расти. А вы представьте, да? Есть смысл поднять своих обычных допустим потребителей и превратить из них хороших потребителей или хороших продавцов. Логика какая? 10 гривен и 25 гривен разница 15 гривен. Так почему не провести такую беседу чтобы вы получили хорошую прибыль? Отличается моя возможность и реклама от обычной? Да? Ну сознание меняется потому что я по-другому это вижу. Ну любой успешный человек должен видеть многие вещи совершенно по-другому. Вот допустим мне спрашивают тебе сны снятся? Мне не снятся сны. Потому что это не просто как бы набор красивых фраз. Я в реальной жизни прокручиваю свои счастливые сны. Там находится Дима Салтоник его супруга старшая золотого директора. Она сказала хорошую сказку сказала фразу. Я своему ребенку на дочь сказки не читаю. Он в сказке живет. Потому что во-первых мама чаще находится дома. Она может купить ему мандарины, апельсины, игрушки, развивающиеся игры. Она может каждый день с ним ходить на площадку, покупать машинки, которые едут, аттракционы для ребенка и так далее. она может много еще позволить для ребенка. Она может четыре раза сесть в Крым с мужем и со своим ребенком. Понимаете? То есть это очень важный момент, чтобы вы прекрасно понимали, что надо влиять на людей, чтобы они... Самая лучшая мотивация, знаете, какая в жизни человека? Не покушать и не сходить в туалет. Главная мотивация это влиять. Все люди хотят влиять. Однозначно. Если у человека есть комплексы, он либо становится тряпкой, либо становится тираном. Либо он чрезмерно на людей начинает давить, либо он вообще никакой. А если золотой баланс, который вы будете придерживаться, когда вы любите людей, любите людей правильно, то есть надо справедливо относиться к людям, иногда строго... Зачем строгость нужна? Чтобы мобилизировать человека, правильно? Строгость это холодный душ. Тогда окружение ваше будет в хорошей форме, правильно? Мы же хотим, чтобы люди были в форме, в тонусе. Вот. Поэтому смотрите, что происходит дальше. Вы воспитали 6-ти процентника. 6-ти процентник делает товарооборот какой? 3000 гривен, вы говорили, да? Правильно? Где-то так. 900 баллов? Ну, где-то... Мне больше. А, 6-ти процентник делает 350 умножить на 5. Ну, да, там где-то, говорили, 3000 гривен товарооборот. Вы получаете разницу 15%. 15% это сколько? Прибыль вы получаете от человека. 450 гривен. 450 гривен. Умножаем на 10 всего лишь человек. Мы делаем 100. Правильно? Это будет 4500. А если умножить еще на 17? каталогов сколько это будет? Ну, где-то 7000 будет? Где-то здесь 70 тысяч. Где-то 80 тысяч. 80 тысяч гривен. Ребята, я вам еще не рассказал как вы будете воспитывать диетроп от собой. Понимаете? Многие смотрят на Reflame вот как будто они смотрят через замочную скважину. Знаете, причина в чем? Мы позволяем им подсмотреть. Но через замочную скважину что можно увидеть? Ну, чуть-чуть. Как будто маленькое направление какое-то уголок в шкаф. Поэтому наша задача и кто это делает? Это же мы же делаем. Человек приходит в бизнес а мы ему говорим стоп вот твои двери смотри замочную скважину. Это наша причина. Наша задача ну, многие знаете что делают? Они говорят, что вот замочная скважина а вот тебе еще очки увеличительные. Тоже проблема бывает. А бывает дают перископ. Он человек крутит у него все в голове запутано ничего не понимает. Откройте дверь и проведите экскурсию по всему бизнесу по всему плану успеха. Вот в чем задача. Вот ваша задача показать все что есть. Знаете чем приходит в музей? Хороший экскурсовод он знаете как печерская лавра он еще поведет еще цакры дальние печали. Правильно? Чтобы человеку показать видение то есть я видел как-то лежит Илья Муромец здоровый мужик реально ноги ему отрезали потому что нельзя было поместить стандартный гроб который раньше был. То есть реально видишь этого человека который был на сказках был. Это же не сказки реальные вещи тоже были. Когда тебе раскрывают нечто большее чем обычно а наша задача избежать вот этих ошибок которые делали раньше. тот человек не подписался потому что ему дали посмотреть замочную спажину. Понимаете? Какой у него будет интерес если он говорит вон есть твоя будущая жена но я тебе туда ее не пущу тебе и все. План успеха это твоя финансовая половинка которая действительно будет обеспечить всю твою семью. правильно? Поэтому 9% 9% 9% у нас делают оборот грубо говоря на 5000 рин или 6 напишем. Ну 5 пусть даже 5 сколько это будет? 12% 12% это 600 рин правильно? 600 рин умножить на 10 человек это будет 6 тысяч. Правильно? 6000 рин умножить на 17 сколько это будет? Это будет 102 тысячи гривен. 10 9% в презентации все рассказывают что ты получишь от 5 9% в течение месяца конечно зарплата маленькая но если ты будешь понимать что ты можешь купить за эти деньги это реально хорошие деньги правильно? это можно уже купить хорошую машину согласны? 2 да да или 1 крутой volkswagen polo с напичканной всем чем надо да? поэтому рисуем дальше картины 12% 9% получаем от оборота сколько? 10 тысяч да? да? где-то так? 1800 умножить на 5 больше? 10 тысяч или больше? где-то так ну будет 10 тысяч да? 9% это будет 900 гривен 900 гривен умножить на 10 это будет 9 тысяч гривен и 9000 умножить на 17 каталогов это сколько будет? 153 тысячи гривен хорошие деньги? ребята ну если создать академию по рекрутированию людей и обучению людей то можно привести акцию здесь человек поднять те когда растут мы начинаем если суммировать это с этим с этим с этим ребята просто это то есть можно же быть не еще не золотым директором к примеру да? но если у вас уже кадры будут расти я уже рассказывал что у вас некоторые есть сапфировые бриллиантовые дважды бриллиантовые нейтра которые больше получают чем золотые спонт нейтра знаете об этом да? что если у тебя есть хорошая ширина и хорошая глубина но ты еще пока не скрыл квалификации у тебя будет больше дохода чем у того кто на 2-3 звания с погонами больше понимаете? вот это принципиально что мы в бизнес переходим ради цифры которые мы будем получать правильно? потом уже будем вращать деньги улучшение своего здоровья благосостояния там поездок подарков поддержания своих близких и все остальное мы еще не переворачиваем страницу у нас в продолжение дальше от 15 процентника быстро прочитаем это 6 процентов разницы оборот здесь будет около 20 тысяч да? ориентировочно да? 3 тысячи он умножить на 5 да? 15 тысяч 15? 15 тысяч и если 15 6 процентов ну это будет даже больше чуть я думаю что иногда где-то около 18 18 6 процентов это сколько будет? это где-то тысячу 1100 даже если это будет да? то получается здесь 11 тысяч 11 тысяч умножить на 17 это сколько получится? 1870 да? 187 тысяч гривен получается к концу года от 18 процентника 18 процентник 3 процента если 18 процентник делает оборот обычно он не делает 5 тысяч он бывает 6 тысяч баллов делает 6 умножить на 5 6 на 5 35 30 ну пусть даже если он будет делать оборот 25 тысяч гривен да? если он делает оборот 25 тысяч гривен и 3 процента вот здесь сколько получается? 75 тысяч ой 7500 7500 75 тысяч и умножить на 17 это будет сколько? 2 2 2 2 2 2 2 2 1 полу так и самое интересное это если у вас человек 20 процентник вы получаете 4 4 процента 4 процента оборот его будет в среднем вы считали директор делает оборот 40 тысяч гривен и 40 тысяч и 4 процента это получается 1600 1600 это 16000 а 16000 умножить на 17 сколько там будет? 5 5 5 5 5 посчитайте пожалуйста уже знаете уже мозг кипит доверяйте технике уже 272 272 тысячи вы получаете 272 тысячи за одного в год лидера да в год директора я проанализировал что за проведение я провел полторы презентации одну презентацию провел в офисе той компании которая раньше была неофициально когда пригласил Гленин Салду Биланова я провел ей презентацию с чемодальчиком Арифлейм с парфюмерными пробниками с планом успеха рассказал о возможностях Арифлейм и пригласил на презентацию возможностей Арифлейм в офис после посещения офиса то есть я не проводил презентацию провела компания человек приехал в офис я еще провел 15 минутный инструктаж до регистрации после этого после этого прошло 15 лет за приглашение одного человека с презентацией там я потратил один час инвестировал времени и там я потратил еще 15 минут ну грубо говоря полтора часа я провел беседы до регистрации человека а Галина Салду Биланова ее все организации потому что она работала сама с этой организацией может быть там совместно были мероприятия какие-то мучные лидеры некоторые обращались ко мне для того чтобы я давал консультации какие-то определенные но я считаю что она сама этот бизнес построила и я получил больше одного миллиона долларов в США когда мне говорят бизнес Арифлейм это там помадки все остальное это бизнес больше чем на 1 миллион долларов если ты правильно проводишь презентацию секрет не то что ты будешь делать потом потому что лидеры на самом деле они делают себя любой человек топ лидер компании Арифлейм это тот который лепит из себя лидера однозначно он сам из себя создает того кого он хочет на самом деле нет такого чтобы кто-то сказал что тому топ лидеру помогли его спонсоры нет ты в начале карьеры набираешься всех навыков там чуть-чуть взял у верхнего спонсора уже спонсора научился больше 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 информации собрал у тебя есть уже какое-то мировоззрение и потом на базе вот этой платформы ты уже формируешь свой успех то есть строишь свой пятистал правильно своими усилиями своими мечтами своей командой своими людьми своим офисом и так далее правильно поэтому здесь очень принципиальный вопрос то что я рассказываю второй шаг возможности рефлейм потому что в первом шаге мы совмещаем когда человек покупает и продает я не видел тех потребителей компании которые не продали хотя бы один какой-то продукт все потребители которые подписаны в компании рефлейм хотя бы точилку да кому-то продали правильно но не бывает такое что человек умолчал о том что у него есть за спиной полторы тысячи недаваний продукции он никому не продаст такого не бывает да и то даже если я купил себе он продал их потому что он кого-то угостил таким коктейлем это уже продажа была даже если он это сделал бесплатно он уже инвестировал в кого-то идею покупать высококачественные продукты и третий вариант который я хотел вам сказать самый интересный вариант о котором мы сейчас поговорим о возможности которые у вас есть что каждый изначально мы увидим как бизнес строится смотрите когда мы приглашаем человека в школу он знает что он захочет 10 классов мы ему об этом говорим правильно мы же выстраиваем правильную схему когда он сходит в садик мы говорим что он пойдет в школу правильно когда он еще не уходит в садик мы подготавливаем ребенка что он пойдет в садик правильно это вполне нормально почему мы эти жизненные принципы не применяем в бизнесе ведь наоборот надо еще больше их проявлять именно в бизнесе потому что мы получаем более быстро отдачу от жизни мы можем получить отдачу и через 10 и через 20 лет правильно допустим от жизни мы можем получить внуков только тогда когда сначала у нас будут дети а чтобы еще были дети надо самому учиться если ты только 3 года как едите понимать то есть там срок ожидания в жизни гораздо больше в бизнесе быстрее все происходит не моментально хочешь быстрее деньги иди с сапожником работать да можно конечно у вас открыть маленькую будочку и там уже клеить и все остальное какого будет здоровья я не знаю вот я не видел сапожников которые обладали великолепным здоровьем вот ну который проработали 10 лет знаю что некоторые ребята которые после сапожников шли в баню и были банщиками вот тогда у них здоровье появлялось потому что развивать дыхательные пути в такой жаре и махать рукой это надо иметь огромнейшее здоровье тем более если у тебя еще есть 10 клиентов еще те которые допустим там это быть банщиком у депутатов когда он скажет а что ты там слабо типа лгнял поэтому принципиальным вопросом является то что мы должны нарисовать картину компания Reflame выплачивает премиальными цель 2 миллиона 400 тысяч долларов США вот на это нужно замахнуться кто хотел бы получать эти деньги я сейчас не говорю там реально или нереально кто хочет получать эти деньги на пути к этим доходам вы хотели бы еще получить плюс в суммарности доходов компания еще выплатит вам еще 5 миллионов долларов США плюс еще автомобильный программ у компании на сегодня существует 4 автомобильных программы Вольво это программа названия бриллианта названия исполнительного и еще 3 3 автомобиля которые входят в систему плана успеха да кто хочет такие машины покупать то есть даже 5 автомобилей да так хорошо покупай подняли руки а вы получите их бесплатно так следующий момент поездок сколько у вас будет на пути к этой вершине я думаю что минимум 30 потому что если вы будете сильно быстро расти то возможно вы не хватит столько много поездок которые я растяду в своей жизни потому что я считаю что я растягиваю удовольствие хотя можно бы это было сделать быстрее минимум 30 стран за границей и люди конечно думают что это надо сделать такой большой объем работы и все остальное первое какие ошибки я совершил я думал чтобы стать директором чтобы стать директором надо подписать лично 300 человек тогда ты станешь директором я так думал и получить за это премию 1000 долларов но проработав 15 лет как и другие специалисты своих отрастях только тогда уже наступает момент знаете как Сальвадур Дали я вообще-то на самом деле с детства рисовал такие картины только я не понимал что я за них могу получать миллионы если посмотреть на многих великих авторов то на Гюго и все остальное то есть которые пишут допустим какие-то произведения но он их просто фантазии свои просто проецировал директор Бюго на губах но он все что он писал первых 10 лет он выбрасывал и не воспринимал это серьезно он говорит мог бы стать известным писателем еще в те времена он же из той истории все которые наблюдал допустим жизнь французских королей на самом деле это же не он не придумал это кто-то ему перескатывал он просто сидел и писал ну согласитесь правильно может ли человек придумать историю там Людовика XVII можно их придумать невозможно потому что можно домыслить какие-то там образы какие-то ситуации все остальное но основа историческая она была стандартная правильно поэтому просто он писал это другие это не писали понимаете он опубликовал другие не публиковали многие же стихи пьюши раз да кто писал стихи я в своей жизни тоже писал стихи даже познакомился стихи а почему-то не публиковали а столько стихов было классных ну клевые такие то есть мы кого-то читали и люди просто плакали вот от радости смотрите сейчас концепция такая вы должны искать одного лидера один лидер которых у которого будет мышление сформируется со временем зарабатывать в компании maori play в 3000 долларов сша которые он захотят в арифлейме со времени зарабатывать 3000 долларов сша и тогда вы будете думать сможет ли человек со временем заходить заработать или не сможет и вы отдадите думать есть люди которые готовы бизнес приходят которая имеет опыт профессионализм лидерство управление влияние на других людей есть люди перспективные которые никогда не достигали успеха у них есть ну то есть они может это проявляли себя на не задание получали до либо они легко обучаю и готовы учиться а если которые вообще не могут к этому есть у вас такие люди которые вроде будут рассчитывать что могут растирать он даже три процента не сделал поэтому надо принимать быстрее шеи не знаете как в армии приводе не приходит до свидания может быть он был пригоден на самом деле да ты здесь покопаться в его здоровье может быть там сочковал и все остальное так далее но уже все уже 28 лет все до свидания мы уже не можем взять но есть новое поколение мы можем понимать нужно как бы мысли категориями как государство мысли на самом деле государство это жизненный опыт там 20 веков тысячи веков и так далее не знаю сколько через существует правильно он накопил это опыт передается из поколения в поколение то есть да да нет нет если нет мы потом тебе обратимся на люди которые нам отказывают они стоят с нашими постоянными хорошим клиентом запомнили знаете сколько нам людей отказали сколько можно было заработать денег на то чтобы они стали нашими клиентами согласны если вы провели уже время оставьте его своим клиентам не что не подписался до свидания с тобой больше работать не буду пусть покупает потом посмотрим один лидер и три тысячи долларов если вы научите чтобы он вышел на доход тогда 22 миллиона четыреста если разделить на 24 человека я не буду говорить что лидер то что они еще не знаю что не лидеры возможно не знаю вы это знаете они не знаю значит они просто обычные люди значит за одного человека который вы приглашаете в рифлеев у которого может быть возникнут мышление заработать три тысячи долларов вы получаете сто тысяч долларов сша только премии чтобы 2 миллиона если разделить на эту сумму понимать тогда то есть а а теперь подумайте какой должен быть разговор с человеком на коленках его регистрацию заполнить и ему ничего не рассказать или в кафешке пообщаться 3-5 минут втыкнуть ему кучу там каталогов там рассказать и все остальное сказать я за тебя бизнес построить либо же все-таки с ним сесть и конкретно тщательно с ним поговорить о том что предлагает компания флейм поговорить о его потребностях как семья как дети узнать какие у него есть страхи внутренние что если вы не будете знать внутренних страхов у человека мы не сможете на нем помощь вы можете много его обучается на вот и не страх его будет держать на том же месте может учить и страх зарабатывать день большинство людей на украине страх зарабатывать деньги именно это и мешает зарабатывать 500 тысяч долларов на тебя боятся люди зарабатывать и вот это внутренние страхи которые сложились но сейчас у нас так родители так воспитали не слава богу папа шустрый был где-то где-то что-то без очереди пошел достал где-то там что-то там я просто понимал что надо крутиться в этой жизни я начал наблюдать что у нас телевизор куда-то там электрон уже появился на институтном управлении какая-то люстра красивая появилась и у всех были пистолетики там пластмассовые у меня уже там пульками хорошими стрелял и так далее то есть я четко понимал что если ты крутишься ты немножко можешь больше зарабатывать если ты будешь больше больше крутиться исходя из этого у тебя есть картина видения какой должен быть разговор если мы приводим человека одного двух трех мы не ценим этих людей знаете почему потому что мотивация у нас мы видим через замочную сквашу как ты строишь бизнес от тебя зависит люди спрашивают можно ли стать бриллиантом за за очень быстрое время делать можно человек спрашивает за купить времени что сколько надо времени потратить чтобы стать бриллиантом я отвечаю что когда ты спрашиваешь за время за купить времени сразу видно что ты на кого-то работал очень долгое время ты измеряешь свой успех с длительностью потому что ты находил на работу и думал что если ты работаешь 30 дней то тебе буду зарплату у тебя сформировалось такое мышление все-таки хочу вас от вас получить ответ можно ли быстро сделать гляда гиблия то можно сделать и сегодня как то есть у тебя сегодня есть команда твоих друзей которые верят в тебя который верить в свои силы что мало верить только спонсора на чтобы они верили свои силы если ты можешь им дать необходимые навыки ближайшее время сразу если они где-то в воду у них для этого еще и свободное время ты можешь сделать глядя понимаете то есть успех не исчисляется временем на самом деле потому что многие люди делали со своей состоянии еще то есть основатель компании фейсбук он он сделал состояние быстро каким образом он понимал у него и было видение большое но начинал с общежития он создал сначала сеть просто сеть для студентов а потом начал это что этих студенческих городков было много и он начал что для одного университета он решил расширить это все каким-то либо другим образом а потом уже она начала превратать популярность влияние все страны сегодня фейсбук это страна мы называем по численности на сирене как китай что в фейсбуке сегодня столько людей проживает в китае иметь связь гораздо лучше чем китайцы между собой правильно что я сегодня могу обратиться к любому человеку я могу господину медведеву или путину написать в фейсбуке все же они умную а могу дать комплимент и он не напишет ответ я в цитере читали как пишет обама я могу оба ответить многие известные люди сами пишут в интернете напрямую есть люди которые за кого-то работы то есть я могу нанять нам допустим петерых человек который за меня будут писать это регулярные тексты там со стороны которые сами непосредственно есть такая связь понимаете то сейчас вас демократии возможность поверить свои силы гораздо больше потому что ты на расстоянии вытянутой руки перед своим успехом только не надо бояться а барьер между вашим успехом и вами сегодня формирует вы сами создаете чем больше вы сомневаетесь будьте больше яма между вами успехом правильно эти страхи нужно убрать вот и возможности на реклам чтобы у человека было желание двигаться дальше он должен знать точки опасные точки примеру если человек как корабль кто не плавать не пойдет на особенно кто ходил плавание если он будет знать где есть проблемные точки от цели пункта назначение точки выхода из спорта если вы узнаете что это есть миль он будет и обходить эти точки есть у нас и наши задачи когда мы рассказываем возможности рекламы объяснить сразу что первое есть мнение некоторых людей твоего окружения которые будут ли это тебя и это мнение чужое составляет твое мнение и твоих людей это 40 процентов есть отсутствие знания 10 процентов и есть окружение это 50 процентов того что влияет на твой успех если твое мнение отрицательное то есть наша задача чтобы мнение не положить а мне как будет формироваться чтобы пахать поворот за своим холодильником когда он открывает свой холодильник холодильник ему говорит почему я пустой принеси мне пожалуйста еды чтобы программе завтра себе правильно с кем можно советоваться чтобы мнение было положительным скажи ку ящиком разговариваю он не говорит типа рекомендаем ящик но вы такие у тебя есть варианты сегодня какие есть проверенные надежные варианты но я не знаю еще я еще подумаю как ты думаете билет уже как ты думаешь за 30 лет можно было ли за 50 можно было придумать куда пойти можно было какие варианты конкретно у тебя есть мне там был предлагал вариант проверены ты в этой сфере уже вращался ты зарабатывал там деньги не зарабатывает какие у тебя еще есть варианты вариантов нет ты готова рассматривать мой вариант когда человек понимает реально что ли вариантов нету надежно вы должны предложить ему раз надежный вариант рифы дальше какие точки есть ухода это фишка допустим заниженное самомнение что мы должны здесь говорить сразу допустим здесь мнение мы здесь мнение формируем за счет того что мы спрашиваем какие у него есть цели в жизни если вы спросите цели о жизни разговоре значит мы аннулировали точку ухода эту следующая точка ухода у нас была здесь это знание обучения да мы говорим сразу все что ты не знаешь мы тебя обучить все что ты не понимаешь мы тебе объясним если мы это рассказали правильно донесли красиво грамотно да мы аннулируем точку ухода следующая точка ухода когда окружение наше значение чтобы он вращался больше общался с нами с успешными людьми и постарался и со временем игнорировать их людей не подпускать свою жизнь потому что он может на энергетике прийти чем больше чеку и чеком можете зарядить тем больше есть опасность что кто-то будет выключить с ним энергию чтобы человек мотивированный ушел от вас вы должны сделать так чтобы он как можно меньше общался с негативными людьми и вы просто скажете что окружать себя надежными людьми если завтра придешь ко мне и у тебя опять настроение упадет значит этот энергию украл да правда залазь если он это будет понимать тогда он не будет слушаться тех кто его отговаривает я еще и спрашивает представь себе ты сейчас поставил себе цель что ты заработаешь ближайшее время 1000 долларов компании флейм через полгода выйдешь на доход и заработаешь тысяч долларов если ты сейчас придешь домой или к друзьям и тебе скажут что ты никто ты там на букву ч ты буквы как окончится он и и ты вообще не не сможете не талантов что-то село хатрун как ты ответишь когда он вам проговорит как он будет защищать себя компания и вас тогда вы можете спокойно его отпустить вы должны почувствовать что он может тебя защищать вы должны на него сделать один него бронежилет а про лежит он должен сам создать нужно сам его пошли при вас понимаете не просто искать иди никого не слушай ну слушай не слушай и начинает капать но если у него будет внутренний иммунитет вот это другое дело вы можете сделать буквально при встрече дальше какие источники еще ухода к примеру есть мнение окружающих мы уже сказали может быть такое что у человека нет времени время он сказать да я согласен что это все классно ну я не могу выделить то время чтобы успешно что конкретно вы можете применить в это направление вы вы говорите что у тебя и 24 часа как эти 24 часа распределяется но есть 12 12 правильно ты спишь с 12 ночи до до 7 утра 7 часов у тебя будет на сон правильно 7 часов на сон дальше ты готовишь кушать еще один час ты готовишь детей чтобы они пошли в школу еще один час потом ты идешь на работу 8 часов на дорогу у тебя 30 минут туда и обратно еще одни час ушел до еще два часа уделяешь мужу и детям вечером прошло это время сколько времени потрачено 789 9 плюс 8 17 18 18 18 22 24 часа можно разглядятничать день месяц год 10 лет но можно эти четыре часа преродить деньги давай распишем эти четыре часа как ты будешь использовать для компании он как один час у тебя уходит на звонки чтобы приглашать людей и разговаривать с действующими консультантами один час ты будешь заниматься самообразованием и два часа ты будешь проводить бизнес встречи ты можешь промежутка времени между этими вопросами и этими 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 находи пощупление для того чтобы где-то позвонить где-то следится где-то поработать с организацией где-то прочитать книжку правильно то есть вы должны помочь человеку не просто что вот прийти подписал и сам думай мы сопровождаем людей правильно точки ухода людей и тогда на данном этапе мы проводим маленькую коммуникацию то есть если мы человека теряем из вида то есть вы должны стать с ним договориться если я тебе не позвонил то ты мне позвони конечно он как бы он думаешь тебе надо больше этого бизнеса но если сразу говоришь позвони мне допустим весело из не позвонил два-три дня она мне сама звонит что создают свой бизнес тоже и здесь вы должны были четко понимаешь что я вам буду помогать всячески но есть если решать не позвонила себя будут сильно загружен но когда ты не позвонишь я все отложу для того чтобы тебе помочь решить все твои вопросы хорошо вот и такие точки у каждой . ухода у каждого своей жизни еще будут разные можно аннулировать начале карьеры и возможно проговаривали для этого есть первая встреча которого оговариваете когда вы рекрутируете чека и старая встреча да я в этом вебинар провожу вы слышали наташа хорошо моя супруга рассказывает авторы встречах записи есть есть материал проведения второй встречи в касатке все выложено инструкция как пошагово провести вторую встречу из промежуточные встречи где мы можем садиться с человеком чай попить там приносить его на какой-то семинар на возможность арифлейм он пришел на офис получать заказы это тоже промежуточные встречи которые укрепляют и хочу сказать что любой успех в любом бизнесе есть дырки ну поэтому им и нас к закаляет делать нас сильнее правильно если есть сосуд которым есть дырки то когда вы наливаете воду вода дается в этот сосуд все может выходить наружу и поэтому ваша задача эти дырки залатать со временем лучше если вы это сделаете в начале бизнеса лучше всего что делается год проходит два проходит дырки не залатаны и так получается что буксуете на месте а причиной то что ваш бизнес будет составить то что вы уберете эти дырки с головы ваших людей дырки вашем бизнесе от того что есть дырки в голове ваших согласны вот поэтому формула простая и маленькая стратегия которого вам может возможности рифы проводить правильно и увлекать людей я вам сейчас расскажу как раз вот эту технологию которую я использую я объясняю первое в жизни есть по ним понимание такое ухаживание мужчины ухаживали за своими барышнями и прекрасно знает барышни прекрасно знаете как за вами ухаживали кому вы дали согласие тут ухаживал лучше всех тут были ваши такие кавалеры которые ухаживали 3 года и вас не приглашали не в театр или были сильно большими романтиками вы готовы жить с романтиком вы думаете он не приспособлены жизни уже романтик 8 не забьет денег не заработает руку не подаст а стихи пишет понимаете вот большинство людей в сетевом бизнесе я хочу сказать 90 процентов до романтики поэтому они не зарабатывают 100 долларов даже в сетевом бизнесе всего бизнесе есть возможность зарабатывать миллиона долларов а люди даже с удара ему заработать работники потом поэтому наша задача чтобы у нас не было романтика мы должны быть конкретными но с другой стороны есть вторая опасность как вы реагируете если мужчина подходит и говорит идем в баню завтра или идем с тобой с тобой будем сейчас спать пример да какая реакция больной человек маньяк озабоченный до свидания и и из этих романтиков иногда